здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию вот такую немножечко на первый взгляд замысловатую но очень простую приманочку которая будет специфически предназначена для ловли жереха но это не значит что только один жерех будут ее атаковать с успехом на нее ловится и щука и окунь и судак в зависимости от проводки нам понадобится совсем ничего обыкновенная вот такая ампулка от которой я отрезал кусочек остатки капельницы которую я поместил в конце где будут вставляться двойник или тройник ну и немножечко материалов которые понадобятся нам дальнейшем для изготовления сразу на месте крепления нашей трубки я поместил это все на иглу подобрал по диаметру чтобы она у меня не прокручивалась на месте крепления трубки я креплю обыкновенную вот такую красную нить большого значения в данный момент здесь это не играет так как потом мы это все прикроем а пушечкой закрепили нить будем применять здесь клей почти все время нанесем капельку клея на трубку и на нашу ампулку и последующими витками мы должны прихватить это все вместе попутно я буду все вам рассказывать длину трубки я выбираю экспериментально в данный момент она у меня составляет порядка пяти сантиметров что вполне достаточно для того чтобы изготовить тело для определенной рыбалки если вам необходимо меньше вот как я перед этим показывал это я делал чисто для ловли окуня поэтому подготовите для себя другой вариант крепим так чтобы трубка наша хотя бы до половину была закрыта нашей красной нитью я ее специально обильно смочил клеем для того чтобы можно было скрыть следы дополнительно придать привлекательность красную точечку следующий элемент который мы будем крепить крепить нам понадобится вот такое оранжевое перышко если у вас нет оранжевого перышко можете использовать даббинг который тоже с успехом может заменить наше перо в точке перехода я креплю перу отвожу все бородки и выполняю столько оборотов сколько позволит мне перу сама опушка величина ее это чисто экспериментально вы потом уже определитесь сами она большого значения не имеет но привлекательности нашей мушки дает вообще как я всегда изготавливаю вот такие немножечко стримера которая считается чисто лососевыми чтобы не было на больших нареканий от гуру которые посвятили всю жизнь изготовлению таких мушек я обычно всегда добавляю что я это делаю по народному пусть на меня сильно не сердится гуру я изготавливаю те мушки которые ловят рыб практически они для выставки теперь я отрезал вот такую полосочку блестящего элемента от упаковки если у вас есть люрекс можете использовать люрекс в данный момент это не принципиально здесь креплю здесь стараясь сильно не наматывать оборотов а в одной точечке закрепим для сегментации еще один вот такой вот элемент это кусочек силикона который остался у меня он пригодится нам для сегментации тела теперь можем делать завершающий узел отрежем остаточки силикона чтобы нам не мешали теперь я не сильно усердствую но в пределах разумного обмажу мою ампулку клеем так чтобы это было ровным тоненьким слоем желательно так чтобы потом наш люрекс пленка не выдавили клей так как это не совсем хорошо потом хотя можно его потом будет спиртом спокойно вытереть и теперь я в районе колечко вернее опушки уже нашей делаю один полный оборот и дальше с равным шагом в натяжечку выполняю обмотку пленочка хорошо тянется поэтому если по каким-либо причинам возьмите и потяните так как на ампулке могут быть надписи неровности такую мушку стример вернее можно вязать и на медных трубках и на латунных трубках большой разницы нет если вы не можете выточить по каким-либо причинам трубку я одно время когда не имел такой возможности я пользовался обыкновенной трубками которые от тормозной системы машины остаются при замене крепим наш люрекс вместе с новой ниточкой пару-тройку оборотов будет достаточно остатки отрежем вот так и теперь здесь я делаю один полный оборот и дальше с равным шагом делаю обмотку по всему телу сколько выйдет оборотов это уже не столь существенно главное чтобы это было для вас красиво рыбе все равно какое количество оборотов она кушать хочет крепим здесь наш силикон натянули отрезали и здесь теперь мы будем крепить с вами оставшиеся элементы крыло как его называют мухостроение промажем клеем я буду использовать стандартный набор допустим цветовой вы можете брать для себя как вы захотите по разным оттеночкам я возьму в начале немножечко морковного цвета совсем-совсем немножко щепотку по толщине считайте даже половина ампулки нет убираем подшерсток мех желательно подбирать так как это происходит при вязании классических лососевых мушек на трубках так чтобы последующее крыло закрывало предыдущие поэтому постарайтесь подобрать так чтобы у вас мех подходил по длине теперь я прикладываю к точке где я закончил крепить и притяжной петлей прихватываю вот так свой мех который я приложил это у меня будет верхняя точка от которой я буду уже формировать крыло теперь я беру немножечко вот у меня есть цвет шортрес я также возьму щепоточку но уже чуть-чуть пожирнее так убираем подшерсток полностью волоски которые посеченные длинные они будут портить только лишь нашу картину само крыло его величина густота вы уже потом увидите сами определитесь будем говорить так экспериментально но в зависимости от условий рыбалки я его формирую средние почему потому что приходится ловить в зависимости от глубины и мушка если имеет жидкое крыло слабенькое она гораздо быстрее погружается другая наоборот надо чтобы находилась в толще воды поэтому вы уже подберете сами и огрузку и величину крыла вымерили и теперь точно так же но слегка распушил мех это по уже моему морковному меху так чтобы он облегал здесь же я его вот так прихватываю прихватили вот как вы видите немножечко заходит за мой оранжевый очень даже хорошо следующим элементом у меня будет белый мех я буду его использовать совсем небольшую щепоточку но длина его должна соответствовать уже больше поэтому померяем подойдет ли мой мех подойдет также отрезаю чуть-чуть покрупнее щепоточку ту которую я резал предыдущего цвета подравняем опять же весь наш мех если крыло достаточно вернее слишком жирное лучше его уменьшить померили достаточно подравняли промажем немножечко место крепления клеем так как мех песца у нас желательно крепить с помощью клея промазали и так же как я крепил свое зеленое шартрес я стараюсь белым мехом песца опять накрыть как небольшой черепичкой крышей чтобы обволакивала оставшийся мех и в этой точке прихватываю стараемся вязать в одной точке вот подхватили посмотрели все ли у нас нормально никуда не ушло очень хорошо значит длина обычно крыла должна составлять вернее должна доходить до края жала нашего крючка если использовать стандартный двойник или тройник к сожалению сейчас я не найду я потом подготовлю то у нас как раз будет доходить до жала тройничка и теперь я возьму так как у меня в наличии нет такого черного меха песца я возьму мех с козы подберу волоски так чтобы они лежали в одну сторону удерживаю пучком и отрезаю необходимое количество убираем подшерсток короткий волос я отрезал вот такой примерно пучочек намочил его чтобы мне было удобно работать и теперь я промажу место крепления клеем и в то же время я промажу кончики так как мех козы достаточно скользкий вот в этой точке промажем и прикладываю здесь так чтобы у меня выходила одна общая как бы полосочка не обволакиваем уже смотрим по длине очень даже вот так чтобы вышло очень даже хорошо как только мы закрепили я теперь беру у меня имеется темного цвета вот вот такой люрекс и я беру две три четыре пряди сколько нам понадобится для того чтобы добавить в наше крыло так как этого будем говорить недостаточно для того чтобы мушка выглядела симпатично и я с одной стороны и с другой прикладываю по пряде отрезали не переламываю так как нам лишняя здесь намотка не нужно закрепили отрезали и прядь добавим двойную сверху мушку укладываем одну прядь так можно использовать и перо павлина ну так как я изготавливаю народную мушку я буду пользоваться тем материалом который более подручен люрекс я думаю несложно найти подровняли немножечко длиннее крыла отрезали остатки которые вот как у меня позволяет длина я их закреплю здесь же сверху вот так и у нас с вами вышло своеобразное вот такое крыло с элементами украшения как вы видите в дальнейшем для того чтобы мушка соответствовала небольшой расцветки нашей можно вот так здесь бок немножечко докрасить что я обычно и делаю для того чтобы спинка наша выглядела несколько темнее как вам заблагорассудится закрепили и теперь я добавлю немножечко клея окончательно и здесь теперь мы сформируем с вами импровизированную шейку на которой мы будем с вами теперь крепить наши перышки так как мы с вами приматывали материал стараясь чтобы он был у нас ровненький у нас вышло все хорошо для для того чтобы выглядела эта мушка так как она была задумана я всегда применяю желтое и черное перо вы можете на свое усмотрение использовать перо это более по контрасту раскраску но так как эта мушка работа проверена уже в этом варианте я стараюсь подобрать вот такую цветовую раскраску закрепляем наше перышко отводим бородки и здесь же выполняем два-три полных оборота так чтобы у нас не было большого нагромождения материалов и мы смогли с вами закрепить еще одно перышко вот мы сделали один оборот так как ось тоненькая мы можем с вами наверное еще один третий да вот так выполнили закрепили наше перышко стараемся в одной точке так чтобы сильно перо не разъехалось уводим все бородки назад и здесь проматываем остатки пера отрезали второе перо которое мне понадобится это перо вот такое черное подготовим его не стремитесь к тому чтобы было слишком большое нагромождение материалов нить я использую достаточно тонкую но крепкую чтобы два три моих оборота хорошо закрепили материал но и в то же время не увеличивали место крепления черным перышком мы выполняем также два три оборота следим за тем чтобы наше перо уместилось на месте крепления вот 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 как раз у нас и вышло два оборота крепим наше перо остатки вводим проматываем здесь же в одной точке так чтобы выглядело у нас несколько симпатично вот так остатки отрезаем и теперь на возле места крепления нашего пера мы с вами сделаем небольшой бортик убрали я закрепил теперь перо промотал немножечко как вы видите черной нитью это еще не окончательно сейчас я сниму трубку подрежу ее и покажу вам как окончательно сделать здесь бортик и вскроем лаком я снял нашу трубку с иглы и обыкновенным скальпелем можно ножом отрезал излишки и теперь для того чтобы придать мне конусность желательно так чтобы была у вас зажигалка не турбо как у меня а чтобы было видно пламя и подводим вот как видно за счет температуры у нас образовался бортик теперь мы опять поставим нашу мушку окончательно уже на иголку и сформируем уже завершение красивую головку и вскроем ее лаком вот вот как заметно я вскрыл немножечко головку лаком подровнял можно приклеить глазки но в данном варианте это не имеет большого значения нам оно не нужно и наша приманочка правда на тройнике вот пожалуйста готова к работе можно использовать двойнички одинарники как вы сочтете необходимым довольно таки универсальная и в то же время уловистая приманка используя величину можно ловить и форель и щуку и окуня и красноперку все что вы захотите в идеале конечно ее использовать с незначительной огрузочкой я первое время если не использую допустим нахлость я беру чебурашку 10 граммов делаю 10-15 сантиметров поводок и потом цепляю свой стример так что он у меня получается хорошо гуляет возле чебурашки довольно таки привлекательно и хорошо работает благодарю вас за внимание до скорых встреч